Уроки по изучению Библии Который есть глава Христос Так написано в послании к Ефесинам 4.15 Я подумал, что привлечение внимания К взаимоотношениям – это тоже хорошо Мы не можем жить в одиночестве Как сказано в Бытие 2.18 И нам нужно учиться ладить с другими людьми Я был доволен и темой семьи Ничто не является для меня более ценным Чем домашний очаг вообще И моя собственная семья в частности И все же я должен признать Что эта тема показалась мне ошеломляюще трудной Как я могу проповедовать о зрелости семейных отношений Если бы я был далеко от дома То, возможно, я стал бы проповедовать О зрелости семейных взаимоотношений Как я этого достиг Однако среди слушателей могли быть мои знакомые И я понимал, что сухим из воды мне выйти не удастся Откровенно говоря, я зашел в тупик Пока не вспомнил последнюю часть Пятой главы послания к Ефесинам Где Павел сравнивает взаимоотношения мужа и жены Со взаимоотношениями Христа и его церкви Имя Христа – синоним зрелости Я подумал, что на примере взаимоотношений Христа С его духовным телом, церковью Мы можем получить основное представление о том Что такое зрелое взаимоотношение Так, последняя часть пятой главы послания к Ефесинам И первая часть главы шестой Стали моим текстом для лекции Урока, который доставил удовольствие мне И, по-моему, был хорошо воспринят аудиторией Размышляя о том, как начать эту особенно важную тему Я опять мысленно вернулся к пятой главе послания к Ефесинам Какие стихи могут лучше всего подойти для вводного урока по теме брака и семьи Поскольку во вступлении я хочу высказать замечания Как для родителей, так и для детей То давайте начнем с двадцать первого стиха пятой главы И прочтем по четвертый стих шестой главы включительно Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви И он же спаситель тела Но как церковь повинуется Христу Так и жены своим мужьям во всем Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь И предал себя за нее, чтобы осветить ее Очистив баню водную посредством слова Чтобы представить ее себе славную церковью Не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного Но, дабы она была свята и непорочна Так должны мужья любить своих жен, как свои тела Любящие свою жену, любят самого себя Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти Но питает и греет ее, как и Господь церковь Потому что мы члены тела его От плоти его и от костей его Посему оставит человек отца своего и мать И прилепится к жене своей И будут двое одна плоть Тайность я велика Я говорю по отношению ко Христу и к церкви Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя А жена добоится своего мужа Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе Ибо сего требует справедливость Почитай отца твоего и мать Это первая заповедь с обетованием Да будет тебе благо и будешь долголетен на земле И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем Пусть у нас нет возможности остановиться на всех глубоких истинах, заключенных в этом отрывке По ходу обсуждения темы «Семейный очаг, каким его видит Бог» мы можем затронуть хотя бы некоторые из них Каковы характерные черты семейного очага с точки зрения Бога Вас, возможно, удивило, что наш текст начался со стиха 21, а не 22 Мы, особенно мужья, любим начинать со стиха 22 Жены, повинуйтесь своим мужьям Однако предпосылка для взаимоотношений, о которых сказано в последующих стихах, находится в стихе 21 Повинуясь друг другу в страхе Божьем Каждый из нас должен больше заботиться о других членах своей семьи, чем о самих себе Если вы все же полагаете, что можно было бы обойтись без стиха 21, примите во внимание следующее На языке оригинала в стихе 22 нет глагола, его надо брать в стихе 21 Все то, что подразумевается под словами «повинуйтесь» в стихе 22 В начале предписывается всем христианам, включая мужей в стихе 21 Принцип взаимного повиновения проповедуется во всем Новом Завете В послании к Галатам 5.13 мы читаем «любовью служите друг другу» В 6 главе 2 стихе Галатам написано «несите бремена друг друга» В послании филиппийцам во 2 главе в 3 и 4 стихах сказано «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрю почитайте один другого высшим себя» Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других А в послании к римлянам в 12 главе читаем «в почтительности друг друга предупреждайте» Иисус — совершенный пример для нас Написано, что Он не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить Матфея 20.28 В нашем тексте слово «любить» встречается шесть раз И в каждом случае это одна из форм слова «агапы» Это любовь, как о ней говорится в 1 Коринфянам 13 глава стих 5, которая «не ищет своего» Чтобы иметь правильный взгляд на те взаимоотношения, о которых говорится в нашем тексте Мы должны постоянно помнить о принципе взаимного повиновения Повиновение жены своему мужу — это добровольное решение помогать ему быть тем, кем он должен быть Главенство мужа над своей женой всегда регулируется желанием видеть ее счастливой Джон Шеппер так комментирует последнюю часть 5 главы послания к Ефесинам «Между мужем и женой должны быть такие взаимная любовь и доверие, что известное желание мужа должно быть законом для жены, а известное желание жены всегда учитываться мужем» Если мы хотим, чтобы взаимоотношения в семье были такими, какими им следует быть, то они должны быть христианскими Это прежде всего стих 21 велит нам повиноваться друг другу в страхе Божьем Или, как написано в другом переводе, в страхе Христовом Это благочестивый страх, глубочайшее уважение или почтение Любая семья будет такой, какой она должна быть только в том случае, если все в ней чтут Господа Говоря житейским языком, это значит, что каждый член семьи должен быть христианином Настоящим, верным, преданным христианином Как прекрасно, когда муж и жена могут искренне сказать, что являются наследниками благодатной жизни Эта фраза взята из первого послания Петра, 3 глава, стих 7, где написано «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах» Брак, домашний очаг и семья — это все части Божьего плана И Бог говорит нам, как этот план должен работать Чарльз Сперджин пишет Когда наш дом управляется в соответствии с Божьим Словом, то можно приглашать ангелов И они будут чувствовать себя у нас, как в родной стихии А что, если дом не управляется согласно с Божьим Словом? Поэт Уильям Каупер назвал домашний очаг единственным райским блаженством Которая пережила грехопадение К сожалению, некоторые семьи сегодня больше похожи на аванпосты ада, чем на предвкушение небес Как мы уже сказали, для того, чтобы взаимоотношения в семье были такими, какими им следует быть, они должны быть христианскими Так как во многих семьях не все члены семьи христиане, то позвольте мне дать три коротких наставления Во-первых, если вы христианин в семье, где некоторые члены не христиане, то поступайте по-христиански Не потому, что другие являются чадами Божьими, ибо это не так, а потому, что вы сами чадо Божье Во-вторых, если вы не христианин, не откладывайте решение стать им до завтра И в-третьих, если вы еще не вступили в брак, примите решение создать семью только с христианином Наш текст в общих чертах содержит определенные данные Богом обязанности каждого члена христианской семьи О некоторых из них мы побеседуем подробнее в следующих уроках А сейчас позвольте мне вкратце перечислить их В простой схеме, которую вы сейчас видите, буква Х означает Христос, М – это муж, Ж – жена и Д – дети В 23 и 24 стихах 5 главы послания к Ефесинам ясно сказано, что Христос – глава церкви И что церковь должна ему повиноваться И ему была дана всякая власть на небе и на земле Говорится в Евангелии от Матфея 28-18 В семье муж, жена и дети должны повиноваться ему Текст также ясно говорит о том, что муж главенствует над женой Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель тела Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем Стихи 23 и 24 На нашей схеме представлено, что жена подчиняется Христу и своему мужу В этом отрывке также сказано, что дети в семье должны слушаться своих родителей Дети повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость Говорится в 1 стихе 6 главы Из схемы видно, что они подчиняются Христу, отцу и матери Для того, чтобы домашний очаг был таким, каким его видит Бог Каждый член семьи должен быть готов признать свои данные ему Богом обязанности Не же следующее шутливое четверостишье передает важную истину о семье Несчастна та семья, где все наоборот Петух молчит, а курица весь день поет Как неестественно, когда мужья покорны, а жены ими верховодят своевольно Сегодня мы могли бы откорректировать, как сказать, освоевременить этот стишок Включив в него строки о такой неестественной ситуации в семьях, когда всем в доме заправляют даже дети Главное слово для главы семьи – это ответственность Главенство – это не привилегия, а ответственность Мужчина несет серьезную ответственность за руководство своим домом Как в материальном, так и в духовном отношении Это исходит, например, из 4 стиха 6 главы «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» Обязанности, о которых сказано в нашем тексте, не имеют ничего общего с неполноценностью и превосходством Библия никогда не говорит о женщинах, как о неполноценных членах общества Посмотрите на добродетельную жену из 31 главы книги «Притч» Она была знающей женщиной Она многому могла бы научить среднестатистического чиновника в вопросах организации, производства, эффективности и человеческих взаимоотношений В семье, где все члены выполняют свои данные им Богом обязанности, полный порядок Это не решит автоматически всех домашних проблем, но будет значительно способствовать этому Конечно, не избежать вопросов типа «А что, если одни члены семьи готовы исполнять свои, отведенные им Богом, обязанности, а другие нет?» Или «Как я могу выполнять свою роль, когда он или она не выполняет своей?» Павел ответил на эти вопросы Обратите внимание на мотив христианского поведения, подчеркнутый в 22 стихе 5 главы «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу» Тот же самый акцент слышен и в 1 стихе 6 главы, где речь идет об отношении детей и родителей «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливости» Похожие слова из послания к Колоссянам 3.23 развивают эту мысль «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков» Павел приводит прекрасный пример семьи, говоря о любви Христа в церкви «Во всем ли церковь такая, какой она должна быть?» Нет Разве говорит Христос при этом «Так как церковь не всегда подчиняется мне, прямо скажем, иногда она мне просто неверна, то я не буду больше руководить ее с любовью» Или «Я не буду любить церковь и ничего не сделаю для того, чтобы благословить ее» Конечно же, нет Ваша семья никогда не станет такой, какой она должна быть, если только все в ней не будут исполнять свои обязанности Но в любом случае вы-то сами должны принять решение быть такими, какими вас хочет видеть Бог Чтобы по достоинству оценить 25 стих 5 главы и следующие за ним стихи, мы должны в какой-то степени понимать тот мир, в котором жил Павел Иудеи высоко чтили жену, брак и семью, но лишь теоретически На практике же все выглядело совсем иначе В своей утренней молитве Иудей обычно благодарил Бога за то, что он не создал его язычником, рабом или женщиной Развод среди иудеев был до смешного прост Чтобы выставить жену из дома, достаточно было самого незначительного повода Греческий мир был еще хуже Проституция была неотъемлемой частью жизни греков Демосфен писал У нас есть куртизанки для удовольствия У нас есть любовницы для сожительства У нас есть жены для того, чтобы иметь законных детей И верного стража нашего домашнего хозяйства Но римскому обществу в этом смысле не было равных Ко времени, в какой жил Павел, семейные устои римлян полностью разрушились Один римский автор рассказывает о женщине, которая за пять лет поменяла восемь мужей А раннехристианский историк пишет о женщине Последний муж, который был двадцать третьим по счету А сама она при этом стала его двадцать первой женой В то время женщины и дети фактически не имели никаких прав За них все решал муж, глава семьи И вот в такой ситуации Павел пишет Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее Стих двадцать пятый Могу представить, как удивленный читатель в дни Павла спрашивает Вы что, хотите сказать, что муж тоже имеет какие-то обязанности перед своей женой? Совершенно верно, ответил бы Павел И первая из них — любить свою жену Апостол не хочет, чтобы мы проглядели эту истину И поэтому повторяет ее в нашем тексте три раза Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее Читаем мы в двадцать пятом стихе Так должны мужья любить своих жен, как свои тела Стих двадцать восьмой Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя Стих тридцать третий А как должен муж любить свою жену? Как и Христос возлюбил церковь? Какой же любовью Христос любил и любит церковь? Унижающей, мстительной, эгоистичной Любовью упивающейся сочинением правил, призванных доказать то, что он здесь начальник? Нет, его любовь самоотвержена Именно эта великая любовь позволила ему предать себя за церковь В стихах двадцать восьмом и двадцать девятом Павел добавляет Так должны мужья любить своих жен, как свои тела Любящие свою жену, любят самого себя Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти Но питает и греет ее, как и Господь церковь На самом деле Иисус любил церковь больше, чем свое тело Ведь он отдал его на распятие, чтобы приобрести церковь Иоанн Златоуст, раннехристианский писатель, так прокомментировал стихи, которые мы изучаем Ты увидел меру покорности? Услышь также о мере любви Хотел бы ты, чтобы твоя жена повиновалась тебе, как церковь Христу Сам возлюби ее так, как Христос церковь И если потребуется от тебя отдать свою жизнь за нее Отдать тело свое, чтобы разрезали его на тысячу кусков Или претерпеть любые испытания, не отказывайся Он покорил церковь своей великой любовью, а не угрозами Не страхом, ничем подобным Так и ты поступай со своей женой Мало кому из жен будет трудно повиноваться мужу, который вот так любит ее Разумеется, такая любовь должна характеризовать все взаимоотношения в семье Жены должны так любить своих мужей Родители должны так любить своих детей Дети должны так любить своих родителей Павел писал Титу, что молодых жен нужно учить любить мужей, любить детей Послание Титу, 2 глава, 4 стих Любовь — это основа семейного очага Стихи с 25 по 27 говорят нам о цели, какую преследует Христос С такой любовью относиться к своей духовной невесте Мы читаем «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее Очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью Не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного Но дабы она была свята и непорочна Обратите внимание на слова, не имеющие пятна или порока или чего-либо подобного Иисус сам свят, чист и верен церкви Он хочет себе чистую, святую и верную невесту Сегодня нам со всех сторон твердят Супружеская неверность вовсе не вредит браку В сущности, в некоторых случаях она даже может укрепить его Это дьявольская ложь Только те брачные отношения могут расти и достигать зрелости В которых два человека дали обязательство преданности друг другу на всю жизнь В которых партнеры по браку не имеют никого другого на стороне И оба знают наверняка, что это так Автор послания к евреям выразил эту мысль куда яснее Брак у всех да будет честен и ложен непорочно Блудников же и прелюбодеев судит Бог Написано в послании к евреям 13 глава стих 4 Давайте немного разовьем идею стихов 26 и 27 Христос своей любовью делает нас святыми и чистыми Но мы еще не приобрели этих качеств И поэтому можно сказать, что Иисус своей любовью помогает нам стать такими, какими мы должны быть Чтобы стать такими, какими мы должны быть, какими нам следует быть Требуется время, необходим рост Какое отношение имеет этот принцип к браку и семье? Слишком многие из нас вступают в брак и как бы ставят галочку Что дело сделано? Мы, как положено, прошли через период ухаживания Мы потратили время и деньги на то, чтобы увлечь и завоевать свою будущую супругу Теперь, как нам кажется, мы можем забыть о нашем браке и сосредоточиться на достижении успеха в жизни Мы заводим одного, двоих, троих и больше детей А затем полагаем, что пока мы вводим их с собой на библейские занятия и на богослужения Наша миссия исполнена Вы должны понять, что взаимоотношения должны расти А совершенствование взаимоотношений требует времени Создание семейного очага таким, каким он должен быть, требует усилий Каждый член семьи не должен уклоняться ни от каких возникающих проблем А с Божьей помощью решать их Стих 31 для нас не нов Первоначально он встречается в главе 2 книги Бытие, стих 24 И цитируется Иисусом в Матфея 19, 5 Посему оставит человека отца и мать и прилепится к жене своей и будут двое одной плотью Также можно посмотреть Марка, 10 главу, 7 и 8 стихи Много великих истин выражено в этой цитате, но мы выделим лишь одну Постоянство брака Проблемы неизбежны в любых взаимоотношениях Но это не означает, что ты, как муж, должен поступать вероломно с женою юности твоей Давая ей отставку Смотрите книгу Малахии, 2 глава, 14 стих Также и вы, жены, не должны поступать подобным образом со своими мужьями Бог по-прежнему ненавидит развод, как сказано в книге Малахии, 2, 16 Иисус сказал «И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» Матфея, 19 глава, стих 6 Большинство детей рано или поздно покидает дом Матфея, 19, 5 Но если брак их родителей сохраняется, у них всегда есть корни У них всегда есть место, куда они могут вернуться Истина из 3 стиха 6 главы послания к Ефесинам Таким образом приобретает для них дополнительное значение Возвращаясь в любящую семью, они обретают уверенность, что у них действительно все хорошо Изучаемый нами отрывок начинается с понятия уважения Помните слова «в страхе Божьем» И завершается повелением тоже «уважать» А жена добоится мужа своего Или, как современный перевод передает эти слова, должна уважать своего мужа Слова «страх» в 21 стихе 5 главы и «боится» в 33 Произошли от одного и того же слова в греческом языке, означающего глубокое и искреннее уважение, почтение В нашем отрывке с 21 стиха 5 главы по 4 стих 6 главы послания к Ефесинам Говорится об уважении применительно к трем конкретным моментам во взаимоотношениях Все должны уважать Господа Иметь страх Божий, как говорится в 21 стихе Жены должны уважать или бояться своих мужей Стих 33 Дети должны уважать или почитать своих родителей Как говорится во 2 стихе 6 главы Уважение является наиважнейшим условием во всех семейных взаимоотношениях Муж должен любить свою жену, как самого себя Стих 33, 5 главы Что подразумевает уважение к жене Отцам же сказано в 4 стихе 6 главы Не раздражайте детей ваших Что подразумевает уважение к детям Как христиане мы имеем все основания Уважать других членов нашей семьи Мы должны уважать друг друга, потому что мы все люди Мы должны уважать друг друга, так как мы члены одной семьи И если все мы христиане, то мы должны уважать друг друга, как братья и сестры во Христе Моя младшая дочь Энджи стала христианкой в очень юном возрасте, в 9 лет Когда она, мокрая и дрожащая, вышла из вод крещения, я обнял ее И между нами возникли новые взаимоотношения Между нами уже существовали отношения отца и дочери в семье роперов А теперь к ним прибавились еще и отношения брата и сестры в Господней семье Быть частью семьи, в которой проявляется взаимное уважение ее членов, просто замечательно Мужья не смотрят свысока на своих жен Жены не смеются над некомпетентностью своих мужей Родители не обращаются со своими детьми, как с глупцами А дети вежливы и уважительны к любящим родителям Какая семья угодна Богу? Та, где царит самоотверженность, почтение, ответственность, любовь, святость, рост, постоянство и уважение Если мы хотим, чтобы у нас был такой дом, то каждый из нас должен делать все, что в наших силах Каждый из нас должен быть таким, какими нам следует быть Однажды после проповеди на подобную тему ко мне подошла женщина и сказала Кто-нибудь записывал сегодняшнюю проповедь на магнитофон? Я хочу иметь копию для моего мужа, пусть послушает Этот урок может быть или не быть полезным для ваших домашних Но прежде всего он призван помочь вам Спросите себя, что я могу сделать для того, чтобы мой дом стал лучше? Как я могу улучшить взаимоотношения в своей семье? Если вы не христианин, то вашим первым шагом должен стать шаг к тому, чтобы стать Божьим чадом Если вы неверный христианин, то вашим первым шагом должно быть возвращение к Господу и к Его Церкви Если вам нужно повиноваться Богу, то сейчас как раз время это сделать Все слайды с уроками можно найти на приложении Капли Сота Там добавляются регулярно новые уроки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok